Программа предназначена для аудитории от 16 лет. 12.06 в Кирове продолжается программа «Дневной разворот». Мы здесь в том же составе и с той же темой. Да, эти темы сейчас озвучим. Светлана Занько, Владимир Сметанин. Мы, напомним, говорим сегодня о дальнейшем развитии земли, территории бывшего больничного городка, то есть Октябрьский проспект, улица Московская, Преображенская. В первом части у нас в гостях был Денис Крутихин, председатель совета директоров компании «Кировские СССР». Он рассказывал о том, что строительная компания за свой счет, собственно, снесла эти ветхие здания здравоохранения. Потратит в порядке уже 2 миллионов. Да, расчистила эту территорию. У компании заключен договор с правительством Кировской области. Соглашение. Соглашение, вернее, заключено, в котором сказано, что до конца лета эта территория должна быть благоустроена. Территория площади в 1 гектар. А вся территория больничного городка 4 гектара. Порядка 4, да. И мы, опять-таки, ссылаемся на, неизвестно каким для нас образом появившийся документ на информационных кировских ресурсах. Хорошо, что у коллег есть свои источники. Докладная записка. Исполняющая обязанности зампредседателя правительства Кировской области Ольги Куземской. Докладная записка в Рио, где говорится о том, что на данной территории нужно размещать конгресс-холл, дискуссионные площадки, залы, выставочные в том числе, для того, чтобы они использовались правительством Кировской области для, собственно, организации всевозможных мероприятий. Да, и, кстати говоря, мы начали принимать ваши звонки по телефону 211-101 уже в прошлом часе. И у нас есть противоположные мнения, разные всякие мнения по поводу того, как использовать эту территорию. Одни говорят, что это замечательно, когда появляются такие большие, серьезные здания, где можно проводить различные мероприятия. Это привлекает, видимо, инвесторов тоже в город. Другие говорят, ссылаются на то, что очень плохо у нас все с озеленением в городе, потому что закатываются в асфальт и под колеса, собственно говоря, газоны, не разбиваются новые скверы. С этим все непонятно, и хотят парк. Мы продолжаем, оставили этот вопрос, пожалуйста, тоже высказывайте, что вы хотите видеть на этой территории, залами, парусами, парк, конгресс-холл, а может быть то и другое, и верите ли вы в то, что это может быть сделано грамотно. Кстати, на сайте хакерово.ру наш опрос, который звучит следующим образом, в том, что на месте больничного городка на Московской появится парк «Верю-не верю» пользуется спросом, и вот изменилась ситуация. Если в первом часе более 80% голосовало за то, что не верят, то сейчас 50 на 50, а ВКонтакте что? ВКонтакте, ты знаешь, в первую очередь хочу отметить, что за последний час там резко увеличилось количество проголосовавших, около полутора сотен человек уже отдали свой голос. И почти 80% без малого не верят в то, что на этом месте появится зеленая зона. А вот, кстати говоря, скажите, почему вы не верите? Скажите, почему вы не верите? Это какой-то опыт печальный. Да, почему? Последних лет или что? Кто-то говорит, что вот пришли варяги, ничего хорошего для людей не сделают. Другие ссылаются, что и раньше ничего не делали, и вообще не своим делом занимаются. Но почему вы не верите? Вас горький опыт как-то учит? Или, может быть, вы действительно считаете, что такую территорию в центре города со всеми коммуникациями невозможно отдать под парк? Она просто требует, чтобы там появилось что-то такое, типа Конгресс-холла. 211-101, пожалуйста, высказывайтесь. Ну вот мы с Володей в перерыве, еще подробнее изучив документ под названием «Докладная записка» от Ольги Куземской и Игоря Васильеву, нашли один пункт, на наш взгляд тоже странный, потому что ведь нам уже было сказано сейчас, и Дмитрием Александровичем Курдюмовым было озвучено, и господином Куртихиным, представителем совета директоров компании Кировской ССК было озвучено. Это вопрос касается сноса ветхих зданий бывшего больничного городка. Курдюмов говорил, что денег нет в бюджете на это. И поэтому обратились к бизнесмену, да? И он за свой счет, за счет компании, снес эти ветхие здания. И вывез, собственно, то, что осталось после сноса. И вывез их. Два миллиона на это потратив. А вот Ольга Куземская в своей «Докладной записке» что, Володя, пишет? А, это не «Докладная записка» уже. А это другой документ. Ты ошибаешься, Слана, да. Там же не только «Докладная записка» выложена в интернет. Там это на сайте репортера. Да, на сайте репортера, в частности. Это протокол совещания по вопросу развития территории, вот данной. А совещание это состоялось, заметь, 13 апреля с пяти до семи часов вечера. 13 апреля. И спустя месяц Дмитрий Александрович Курдюмов озвучил информацию о том, что... Ровно месяц. Собственно, это будет отделененная территория. Что это будет сквер. Давай, прежде чем ты зачитаешь это, мы все-таки примем звонок слушателей 211. Да, давайте. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Меня зовут Любовь Андреевна. Любовь Андреевна. Ну, вы в курсе, да, уже о чем мы говорим? Да, я слушаю вас очень внимательно. И хочу высказаться по этому поводу. Естественно, что нужны нам зеленые зоны. Город заполнен автомобилями, кругом загазованность. И зеленая зона нужна. По поводу строительства какого-то комплекса, я хочу сказать, что построив комплекс, остальная часть сквера будет опять забита машинами. Очень хороший пример пара Гагарина. Он сейчас практически уже забит машинами. В смысле, не хороший пример, а показательный пример, да, такой? Да, парковка. И обратите внимание, там была фирма-памятники. Теперь они расширили гараж на территории парка. Дальше организовали шиномонтаж и автомастерскую непосредственно в парке. И остался небольшой участок сквер, где люди могут прогуляться, но при этом такое движение машин, как на автобане. Половина парка заставлена машинами. Я не знаю, почему разрешают парковку на территории парка. Подождите, там парковка недавно была построена или что? О чем вы говорите? Там нет, там не построена парковка. Там просто ставят машины. А куда их? Непосредственно на землю, что ли? Ну, на асфальте, везде они тут стоят по всей дороге. И там, знаете, как только лужа, так и не пройти. Женщинам с колясочками, старикам никак не пройти в парк, потому что все время движение машин. Ну, шиномонтаж организовали. Мы вас поняли, зеленые зоны требуются... Простите, пожалуйста, я не записала ваше имя. Еще раз представьте. Любовь Андреевна. Любовь Андреевна, вот смотрите, еще один вопрос попутно нас интересует. Фраза Ольги Куземской, которая звучит следующим образом. Прошу дать поручение о запрете распространения информации о дальнейшем использовании этой территории. Она вас никак не задевает, не коробит? Задевает, конечно. То есть вы согласны или не согласны с тем, что без вашего участия, без активного освещения этой информации будет каким-то образом решена судьба этой территории? Может быть, так и надо, чтобы не было лишней шумихи, чтобы, как Ольга Куземская говорит, не было дезинформации, сплетен, слухов? Нет, так не надо. А как? Надо все-таки считаться с людьми. Как известно, у нас с каждым годом прибывает все больше машин. Движения страшные. И людям где-то надо дышать, где-то выходить. Там большой комплекс, жилой комплекс сейчас. И естественно, что людям где-то надо отдыхать. Я к чему клоню? Все это пока что, то, что мы зачитываем, это сливы информации, которые распространяются в СМИ. Но сами люди, что Ольга Куземская, например, что Дмитрий Александрович Курдемов не в студии не приходит, например. Это же Ольга Куземская не приходит и не комментирует то, что было выложено. Вас это устраивает? Или вам бы хотелось, чтобы она пришла, например, рассказала бы? Конечно. Не обязательно к нам вообще. Очевидно, опять идут, когда народ выйдет. А, вот. Я не знаю. Народ выйдет с чем? С требованиями? С требованиями, конечно. С требованиями недовольства. Я думаю, что там люди живут, они, наверное, хотят где-то прогуливаться, где-то колясочки вывезти, подышать воздухом просто. В общем, требуется пояснение от правительства. Спасибо большое. 211-101. Продолжайте нам, пожалуйста, звонить. Это действительно еще один поворот. Но хотелось бы ваше мнение все-таки, слушатели, понять, принять, услышать. Вы хотите, чтобы вам рассказывали первые лица, которые ведут переписку, решают проблемы этой территории, дальнейшую судьбу, открыто в СМИ, может быть, на встречах с людьми? Или все-таки это лишнее? Потому что это действительно может затянуть вопрос, увести вообще в другую сторону. Мы же с вами все не специалисты в использовании территории. Мы только пожелания можем какие-то сведеть. У всех они разные. Я бы немножко застрел. Вам интересно, чтобы вам рассказывали? Или вам это нужна информация для какого-то его практического использования? Да, так тоже можно, да. То есть для каких-то действий все-таки обозначить свою позицию, активную или пассивную, и так далее. Или достаточно просто слышать. Ну, вовремя. Телефон и звонок. Да, еще звонок. Алло, слушаем вас. Алло, здравствуйте. Здрасте. Мария Ивановна, у нас же постоянно слушательница. Я вот что два слова только вас не задержу. Я хотела сказать, что, конечно, нужен парк. Потому что построили такой громадный Титаник на месте алых парусов. И в этом Титанике, знаете, сколько будет людей жить? А куда они пойдут? И потом уже дома кругом стоят. Надо где-то людям отдыхать. И напротив тут дома овалых парусов, которые по Энгельсу идут. Ну, по бывшей Энгельсу. Да, Мария Ивановна. Я считаю, тут надо делать парк. Но территория-то большая, 4 гектара. Ну, я понимаю. Ну, у нас что-то другое надо еще. Ну, что-то для людей надо делать. А у нас же в конце концов у нас считается провинция. А для чего нам тогда эти залы? Кто к нам приезжать будет туда? Ну, вот Путин, говорят, приедет в ближайшее время. Ну, так кто ради этого? Медведев недавно приезжал. Не успеет Киев. Вчера патриарх впервые за 23 года приехал. Мария Ивановна, вас устраивает тот формат и тот объем информации, которые непосредственно первые лица, зампреды, вот та же Куземская, тот же Курдемов, выдают в эфир в СМИ, в печати? Нет, конечно. Надо, я считаю, надо с людьми как-то советоваться. Все-таки живем мы здесь. Преимущество да больше для людей, для народа, кто здесь родился. Спасибо. А то они приходят и уходят, а мы-то остаемся. Спасибо, спасибо. Пожалуйста. Спасибо. Давайте сделаем сейчас небольшую паузу. У нас есть еще рассказать, что рассказать о тех документах, которые вот у нас в руках находятся. Подцитируем. Ну, это все через минутку. Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Продолжаем нашу беседу. Светлана Занько, Владимир Сметанин. Сквер или Конгресс-холл? Перспектива участка на Московской определены или нет, мы пытаемся разобраться. И вот задаем вам вопрос, слушатели, что бы вы хотели там видеть? Сквер или Конгресс-холл? Может быть и то, и другое? Видите ли вы какие-то препятствия к тому, чтобы ваши конкретные желания там реализовывались? Устраивает ли вас еще, вот дополнительный вопрос возник сейчас, устраивает ли вас тот объем информации, та форма, в которую эту информацию выдают правительство Кировской области? Мы ссылаемся еще раз на документ, который опубликован на сайте репортера. Документ, который носит название «Докладная записка», и направлен он от госпожи Куземской и господину Василию, где она просит дать поручение о запрете распространения информации о дальнейшем использовании этой территории. Она потому что считает, что людей дезинформирует, в общем. Давайте поинтересуемся мнением еще одного нашего слушателя. Алло, вы в эфире, добрый день. Здравствуйте. Здрасте, как вас зовут? Евгений Васильевич. Евгений Васильевич, вот вас устраивает тот объем информации? Устраивает тот формат, в котором информирует население эхо Киров. Я бы хотел только федерального эхо информации. Евгений Васильевич, давайте не будем отвлекаться. Все-таки конкретная тема, конкретный вопрос. Мы говорим конкретно по сегодняшней теме. У вас претензии есть к нам? Высказывайте. К вам у меня претензий нет. Тогда нет. Мы московские темы не обсуждаем. Мы обсуждаем сегодня конкретно территорию за алыми грузами. Это касается и парка, вот... Давайте ближе к этой территории конкретно. Евгений Васильевич, сквер, конгресс, холл. Дело в том, что уже нет под Кировом полигонов, куда вывозить строительные отходы. Так, Евгений Васильевич, еще одна попытка даем вам. Касается конкретной территории. Вопрос. Сквер. Конкретного парка, который за алых парусов. Ну, вы за парк, за конгресс, холл, за который ратует правительство. Я в первую очередь за парк. За парк. Так, потихоньку пошли дальше. А теперь можно все-таки продолжим. Дело в том, что в Подмосковье уже некуда вывозить строительные отходы. Евгений Васильевич, Евгений Васильевич. Полигонов уже не хватает. Вы сейчас в Кировскую студию дозвонились. Это важный другой вопрос. Спасибо большое, Евгений Васильевич. Извините. Все-таки конкретно. Я поняла, к чему клонит Евгений Васильевич. Он говорит, что строят, строят. А строительный мусор из города, из самого возить некуда. Завалено под Москвой. Он опасается, что у нас будет то же самое. А из столицы вывозят строительный мусор. Захламили. Что у нас будет то же самое. Я думаю, что здесь очень важный вопрос, который мы не обсуждаем в сегодняшней программе. Но это рациональное использование. Грамотное, рациональное использование своей территории. Мы об этом много раз говорили. Это отдельная история. Другой раз как-нибудь возьмем. Спасибо за наводку, Евгений Васильевич. 211-101. Все-таки вопрос к вам, слушатели, еще раз. Парк или Конгресс-холл. Или то и другое. И удовлетворяет ли вас тот объем информации, форум, в которую ее выдает правительство Кировской области относительно конкретного этого вопроса. Как бы вы хотели, чтобы с вами общались? Что бы вы хотели, на какие вопросы, чтобы вам ответили? 211-101. Да, ждем ваших звонков. Есть звонок. Есть звонок уже. Ну что ж такое? Мне так хочется процентировать еще. Предоставим тебе слово. Алло, слушаем вас. Алло. Здравствуйте. Да, добрый день. Как вас зовут? Меня зовут Олевтина. Я приехала жить сюда 42 года назад. Первое, что меня удивило, я жила в Уфе, и первое, что меня удивило, это отсутствие парков, настоящих парков. Все названия парков, которые тут существуют, это просто скверы. Поэтому у алых парусов нужно разбить настоящий парк без всякого холла. Огромный, большой, красивый, с цветниками, такие, какие у нас в Уфе. Мы вам завидуем, конечно. Спасибо. У меня все. Спасибо, Олевтина. Вот я, Олевтина, вас очень поддерживаю, разделяю. Я тоже, к сожалению, в Уфе не бывал. Ну, я неоднократно говорила, что у нас не парки. У нас не парки. Это действительно скверы и по территории, и по планировке, и по благоустройству, и прочее. Это действительно так. Никто пока не решается на такие масштабные проекты. Мы, кстати говоря, с Денисом Крутихиным, который был в первом часе, в перерыве обсуждали историю, и что вообще сейчас происходит с оврагом за 40, где, помните, масштабный проект существовал, да, инвестиционный, как раз прогулочная зона парков. Всевозможные каскадные. Он говорит, что нет, никто туда не зайдет, пока никому это пока сейчас не интересно. И вот это вот очень грустно, действительно. Вот это вот задача, наверное, еще более серьезная, чем Конгресс-холл, для которых он предлагает разные сейчас места, есть телефонный звонок. Алло. Добрый день. Представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Евгений. Да, вы сказываетесь, Евгений. Мне, знаете, немножко даже смешно слушать вас, вы такой вопрос, конечно, поняли, серьезный. Но кто, вот вас, нас, кто послушает, сколько уже, история помнит. Мы с вами не согласны. Мы с вами не согласны. Ну, вот Парк Победы возьмите. Там во все идет строительство, хотя там пытались в заклад, ну, руки-ноги давали, на подобре, подстроят. Егений, а вы лично участвовали в отстаивании Парка Победы? Вот вы были среди трех тысяч подписавшихся? Я активно участвую в блогах, пишу, но вот так вот, ну, сам вот так не участвовал. Ну, просто я не верю в это. У нас уже такая группа сбилась, вот их власть держащих, и они что хотят, то и творят. И вы считаете? Вспомните, Тайм, где построили, ну, вспомните, Крым. Ну, слушайте, мы можем вспомнить также еще и терраспорт, и рухнувший новороского мода спорт. Ну, что не рухнувший, а частично обрушивший. И что, рухнувшие, а частично обрушившие. Против были, а его до сих пор продолжают строить. То есть, прокуратура сейчас маленькая помутит воду, и как его строили, так они решили поставить его, они его там поставят. Понимаете? Евгений, позвольте свое соображение. Вот я считаю, что если не единичные эти высказывания, в том числе протестные будут, например, 20, 50, 100 тысяч скажут, нет, мы не хотим. Я уверен, что мы способны изменить и не допустить. Посмотрите, что сейчас делается в Москве со сносом пятиэтажек. Ведь все по-другому начиналось. И люди вышли, и люди своего добиваются. Пересматриваются, дополняются документы. Я бы сказал, не говори гоп, пока не перепрыгнешь. То есть, у них против такой машины, я думаю, пока власть не сменится, ничего не изменится. Так у нас сменилась власть? Или вы какую имеете в виду? Неожиданным образом. Ну, какую, со светлоликим во главе. Так, сейчас мы тут... Много светлоликих в последнее время было, в том числе и в нашей... Да, у нас один... Вы что, кровал уже с вашей стороны? Один светлоликий у нас. Понятно. То есть, вы считаете, что глобально нужно в стране менять ситуацию? Настоящих буйных мало, а вот и нету в ОГК. Спасибо. 211-101. Еще раз, территория за алыми парусами. 4 гектара. Мы с вами обсуждаем ее судьбу. Раз некоторые члены правительства считают, что с нами и с вами обсуждать ее не надо. Надо запретить всяческую появление любой информации, в том числе и в СМИ. Подожди, я все-таки... Это позиция одного исполнителя. Одного человека. Одного исполнителя. Если это так. Но я не знаю. Она же не говорит. Она, кстати говоря, не сделала заявление, что эта записка имеет место быть, не имеет. Что это вообще было? Это дезинформация на репортере или правильная информация? Пояснений никаких нет по этому поводу. Поэтому мы можем только ссылаться. Слухи мы не комментируем. Однажды было сказано руководством области. Но мы-то можем, правда же. Наша работа в этом. Я с тобой согласен. 211-101. Есть телефонный звонок. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Меня зовут Галина. Галина, вот близка ли вам тема эта, которую мы сегодня обсуждаем. Да, мне близка эта тема. Вот я порудую свою деятельность, я предприниматель. И мне часто приходится арендовать самой какие-то залы для того, чтобы собрать большую аудиторию людей. Слушайте, ну никаких проблем. В нашем городе их достаточно. Их можно арендовать совершенно презентабельно. Тут же Хилтон и так далее. Это вы к тому, что региональное правительство, в общем-то, тоже может таким же образом поступать? Конечно. Конечно. Собственный конгресс-холл для правительства области, это уже, знаете, как вишенка на торте. Мне кажется, у нас проблем в районе, вернее, в районах, в областном центре достаточно, чтобы куда-то в другую сферу вложить деньги. Я считаю таким образом. Спасибо. И вот теперь, Володя, настал твой звездный час. Давай. Нет, я уже другой документ взял в руки. Ты уже другой документ? Да, вы позвольте, давайте все-таки разберемся в этом документе. Он тоже опубликован. Это письмо в адрес главы администрации города Кирова Александра Перескокова, авторство той же самой Ольги Куземской. Говорится в этом письме о том... Это письмо, подожди, откуда ты взял это письмо? Оно тоже опубликовано. В СМИ? Да. Там и докладная записка. Это там же на репортере. И протокол заседания. Целая стопка. Да, целая стопка. Из этого письма я понимаю, что вот эта территория, о которой мы сегодня говорим, это совокупность девяти разных участков земельных. Девять кадастровых разных номеров. В соответствии с правилами землеполизования и застройки города, земельный участок, вот я, к сожалению, не знаю, о каком конкретно из них говорится, входит в границы территориальной общего пользования. Остальные вышеперечисленные земельные участки входят в границы территориальной зоны С2. Зона обслуживания и деловой активности местного значения. В случае объединения вышеперечисленных земельных участков в один, вот на этом я заострил внимание, объединить предлагается, да, технико-экономические показатели инвестпроекта будут не соответствовать предельным минимальным или максимальным размерам земельных участков и предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, установленным для зоны С2. Ты какой вывод делаешь из этого всего? Я делаю вывод о том, что предлагается их объединить. То есть и соответственно... Это будет разное, то есть невозможно. Если объединяет, то объединяет под одним каким-то назначением, да? То есть установить для всех этих девяти участков территориальную зону С2 и П, зона масштабных инвестпроектов. Да, да. То есть, а если мы говорим о зеленой зоне, то все равно должен быть выделен какой-то один или два участка именно конкретно вот в эту зону. Я понимаю, что предлагается объединить, и тогда уже этот конгресс-холл виртуальный, о котором мы сегодня говорим, все эти четыре гектара, что может занять? Ну, тут сложно, понимаешь, разобраться без эксперта из администрации или из области не разберешься, потому что тут нам говорили, что это областная земля, а что они пишут в город? Зачем? Для того, чтобы изменить. Вот как раз-то это полномочия. А город, кстати, вообще ничего не говорит. Что им там нужно? Где господин Перескоков? Он там вообще... Нужно ли администрации конгресс-холл? У нас же генплан есть, в конце концов, какой-то. Есть. Да, есть генплан, и там нарисовано что-то на этом месте уже. У нас есть телефонный звонок, или вот я как-то смотрю за стекло задаченное беседу? Пока нет. Беседу. 211-101. У нас, кстати, время рекламы подошло. А давай сейчас прервемся и будем принимать звонки. Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Сквер или конгресс-холл. Перспектива участка на Московской определяет правительство. Определяем и мы с вами сейчас в прямом эфире. 211-101 номер телефона прямого эфира. Вы можете звонить и высказываться, что вы там видите. Это первый вопрос. И второй вопрос. Достаточно ли вам той информации, которую правительство выдает по этой территории? И нравится ли вам ее объем? Да и вообще информация, поступающая от регионального правительства, по другим жизненно важным и общественным проблемам. Ну, можно. Заканчивается уже программа. Как-то хочется уже на перспективу. Хорошо. Есть телефонный звонок. Перспектив. Алло, слушаем вас. Алло, Владимир Светлана. День добрый. Добрый. Напомните. Роман вас побеспокоит. Да, Роман, очень приятно. Я сейчас как раз остановился напротив вот этого монстра. На Октябрьском проспекте вы имеете в виду? Я смотрю, как все это выглядит. Я родился. Дело в том, что мне ЗАГСа сейчас в 1606. И, ну, эта передача будет Питунин. Расскажет, как там высаживались яблони, как все остальное. Мне просто хотелось сказать, что я 12-го числа, видно, с политическими требованиями. С политическими, заметьте. И мы выйдем уже по другому дому. За Медакадемией КЧУС будет строить 3 16-этажных дома, где сейчас я живу. Потому что здесь уже, что бы ни построили, будет ли парк, в который невозможно будет заехать. Жалко, я не дозвонился до господина Крутихина и не спросил его, а почему он не сделал подземные переходы? И разгрузил инфраструктуру. Понятно, что ему нужен парк, чтобы цены квартиры продавались более эффективно. Это все понятно. Но это уже заранее обреченный проект. Когда снесли эти алые паруса и построили вот этого монстра. Скоро здесь все встанет. Вот такое мнение Светлана Владимировна. То есть у вас безнадега такая у вас как, да? Нет, у меня безнадега. Я просто помню, как этот Яблоневый сад высаживались, как очереди стояли на Спартак, как мы там выросли и все. Понимаете, этот типовой, ну это Питунин расскажет или Касанов, как это все строилось. А почему они не сломали мир, например, такой же кинотеатр? Когда уже вот все сломали, это стало понятно. Да, Роман, понятно, Роман, спасибо. Ну, может, Мазули не хотели силовикам. Кстати говоря, что касается дома, мы тоже расспрашивали в перерыве господина Крутихина. В этом доме двухуровневая подземная парковка на 500 машиномест. На 500 машиномест, да? И в этом доме два этажа офисных помещений. Это магазины, отделения банков. Это к вопросу о торговых или конгрессах, не знаю, каких-то еще вещах. Да, и понятно, что жилые помещения. Вот это так выглядит. Но мы тоже не знаем, как туда будут все это заезды, выезды, достаточно-недостаточно. Вроде, как говорят, что достаточно, мы не знаем, не можем сейчас утверждать. А вот смотри, да, Роман сейчас упомянул наших историков, которые к нам приходят и рассказывают интересные вещи. В этой истории тоже ведь есть такой нюанс. На Преображенской, да, бывшей Энглеса, 82, это здание областного наркологического диспансера, и это здание входит в список объектов культурного наследия регионального уровня. Все, наконец-то я поняла, о каком здании идет речь. Да, да, да. Многие там получали в свое время справку для ГИБДД. Это здание, где с 1912 по 1927 годы работала известная врач Громозова Людмила Константиновна. Она родилась в Слободском, отучилась в Питере и вернулась к нам работать. Она как раз в психиатрической лечебнице там работала. И вот этот дом, он является памятником культурного наследия областного. Сам по себе дом, ты же его помнишь, он никакой культурной ценности, на мой непросвещенный взгляд, не имеет. А табличку, посвященную замечательному доктору, можно ведь и на новый объект повесить. Правда же? Ну, кстати, в записке Токуземской есть задача, которая поставлена... Не записка, это протокол все-таки, еще раз уточняю. Протокол, который был, собственно, появился на свет 13 апреля этого года. Министерство культурной области организовать поручается работу по подготовке документов для исключения этого здания из реестра объектов культурного наследия. Мы уточнём, что на этом совещании, согласно списку присутствующих, был и исполняющий обедности министр культуры Андрей Скольный. 211-101, номер телефона прямого эфира. У вас есть еще 9 минут, слушатели, чтобы поучаствовать в этой дискуссии. Мы, напоминаю, обсуждаем участок земли за алыми парусами. Тоже за алыми парусами, ведь этот большой дом тоже называется алый парусанский комплекс. Что там, 4 гектара. Что вы хотите там видеть в парк, как нам сказала слушательница из Уфы, приехавшая к нам 42 года назад, настоящий серьезный парк с инфраструктурой. Просто сквер, туда поместится и конгресс-холл, и скверик. Вы вообще ни во что не верите, ничего хорошего не будет. Ну и можете порассуждать на тему того, как подается вам информация правительством. Согласны вы с тем, что это обсуждать, с Ольгой Куземской, что обсуждать это сейчас в прессе нигде не надо, чтобы не было никакой дезинформации, лишней шумихи и прочее, а надо принимать решение только специалистам. Или должно быть широкое общественное обсуждение, и первые лица, такие как Ольга Куземская, должны приходить и пояснять, а что же, собственно, происходит, и как может происходить, и как будет происходить. Вот еще раз напоминаю опыт реновации Москвы с пятиэтажками. Но он еще не опыт вроде как. Нет, я имею в виду общение с населением, во что это все вылилось в итоге, когда люди выходят на улицу, ну как-то, да, должен ведь кого-то чему-то научить в конце концов. Сколько Собянин заявил, что москвичей поддерживают, собственно, этот проект? 80%? Это вчера активно. Еще не все проголосовали, но изменения-то уже пошли, уже стали с людьми что-то обсуждать, уже стали в документы вносить изменения. Ну, в общем, нарвались, что называется. Ну вот как-то не знаю. У нас есть телефонный звонок. Алло. Извините. Добрый день, как вас зовут? Александр. Я уже звонил первый раз. Я хочу сказать насчет... Недавно прозвучала фраза по эхо Москвы, центральная. Если спрашивать людей, то строительство в России вообще закончится. Это была такая фраза. Тоже мнение, да. Да, но я хочу вот о чем сказать. Вы заметили, что звонили сейчас в основном люди пожилого возраста. И вот, естественно, был какой вывод? Ну, конечно, парк, парк. А вы, конечно, понимаете, что молодежь бежит из города Кирова, вообще из Кировской области. Почему они бегут? Вот задача. Потому что они не находят интересного места, где бы можно остаться жить. Вот и для того я говорю, что надо ориентироваться только на молодежь, на будущее поколение. И, исходя из этого, что нужно сделать? И, исходя из этого, строить больше современных зданий, культурных центров для молодежи, чтобы город был современный, высокий, высотный, красивый город, чтобы молодежь отсюда не уезжала. Вот мои слова. Ну, Александр, спасибо вам за ваше мнение. Нет, я вот с Александром согласна в части того, что нужно смотреть вперед. Для меня не совсем очевидно, что молодежь будет оставаться, если тут у нас красивые здания появятся. Нет, Конгресс-центр, конечно, вряд ли решит этот вопрос. Однако, вот он абсолютно прав, что город должен быть современным, город должен облистать инфраструктурой, должна происходить... Вот ты помнишь первый звонок Александра? Он напоминал про скверно-профсоюзный, который превратился сейчас в пустырь. Он имел в виду не то, что там нет деревьев, он имел в виду не то, что там нет... Подождите, открытый тружеником... Опять там взгляд в прошлое. А то, что нет никакой там активности социальной. Это то, о чем мы говорили, что у нас социальное пространство, общественное пространство не развивается в должной степени в городе Кирове. То, о чем наши специалисты здесь, Анатолий Курбатов постоянно говорит, специалисты опорного вуза, что город должен стать живым, да. Люди должны встречаться по интересам, и молодежь, и пожилые, и кто угодно. Кто? Чиновники должны сказать, администрация должна сказать. Ребята, мы даем вам поле вообще для деятельности. Они должны быть компетентны в том, чтобы организовывать так городское пространство и строить, и строить в том числе, чтобы наш город соответствовал современным требованиям. Вот этого нет, вот об этом Александр говорит. 211-101, да, есть еще время, пожалуйста, высказывайтесь. Мы относительно площадки за алыми парусами, что там должно быть, парк, сквер, конгресс-холл, высотные здания, оперный театр, что там должно быть. Парковки многоэтажные, в конце концов, или все-таки улица Горького, продленная до Лепсе, и велодорожки, наконец-то. Либо комбинированная, как это должна быть, территория, где можно совместить. Да, ну и еще, еще, все-таки информация, которую вам выдает правительство Кировской области, и город, между прочим, который мы тоже вспомнили, который пока не высказался на эту тему вообще никак, а к нему уже, между прочим, обращения есть, и задачи какие-то поставлены по объединению участков. По объединению участков. Почему? Земля областная, а почему? Я тебе этот вопрос задавала 10 минут назад. Почему правительство области просит город этим заниматься? Я тебя спрашивала об этом, я тебе не могу ответить, и ответить на это могут только специалисты, там, Ирина Васильевна Рубцова, которая вышла из отпуска, и я вышла из отпуска, и она вышла из отпуска, и мы, видимо, ее пригласим в ближайшее время. По вопросам землепользования, мы на эту тему хотели говорить. Давай в следующую среду в Урбане, мы все-таки вернемся к этой теме. Спас подачи руководителей тех же, да, строительных компаний, которые хотят обсудить этот вопрос. У нас сейчас еще и поводы есть в достаточной степени. Вообще, конечно, территория, которую мы сегодня обсуждаем, это очень такая тема непростая, да, и много раз уже наши слушатели вспоминали, и этот яблоневый сад, кинотеатр и так далее, о том, как там было замечательно. Там действительно, там действительно до последнего времени, до 90-х годов, когда вот все захерело, и там собирали всякие там с бутылочками и так далее, там было очень активное тусовочное место, и сам кинотеатр был привлекательный, я помню свой подростковый период. И скверы, и квантан, когда работал, и яблони цветущие всегда притягивали взгляд, и вся эта аллея Октябрьского проспекта, которую господин Курашин хотел в свое время под асфальт закатать, потому что парковки ему хотелось там Михаилу построить. Вот это все как-то всегда вдохновляло, согласна совершенно, и неплохо бы, но ты знаешь, опять вот лебедь, рак и щука. Вот кто что придумал, кто пальцем ткнул, тот я, говорит, хочу Конгресс-Холл Куземская. Это твои оценочные суждения, я сейчас тебя защищу. Курдюмов говорит, да, Курдюмов говорит, пусть будет сквер, денег нет в бюджете, скверов мало, а тут еще и подвязались бизнесмены это сделать бесплатно. Люди говорят, и парк, и сквер, и Конгресс-Холл, все надо в нашем городе, всего не хватает, но все как-то в разнобой делается, несогласованно делается, да, начинают строить, недостраивают. Вот мы сейчас уже приводили все эти гигантские масштабные инвест-проекты, начиная от промпарков, заканчивать терраспортом в городе Кирове, и вот этим модоспортом пресловутым, который рухнул, но его все равно строят точно так же, как и строили. И сегодня появилась информация о том, что, возможно, там уголовное дело будет возбуждено. То есть, о, прокуратура уже месяц спустя что-то уже сказала. Спасибо, кстати, нашим гостям, нашим слушателям, которые участвовали в этом эфире, который мы делали по следам, да, вот это безобразие. А мы с ними договорились дальше отслеживать ситуацию, я думаю, что в ближайшее время мы можем их пригласить. Да, и общественная палата тоже благодарна, что поучаствовала в этой истории. Так, наша коллега Анна Лапшина нам подсказывает о том, что другая наша коллега Ольга Близина вернулась с брифинга Дмитрия Александровича Курдимова. Три минуты, пусть заходят. Нет, сказать, увы. Нечего? Не освещался на брифинге этот вопрос? В официальной поездке этого мероприятия данного вопроса не было. А на вопросе журналистов? В данный момент говорить по большому отчету не о чем. Нечем. Ну вот это к вопросу о том, как предоставляется информация и слушателям нашим, и жителям нашим, и СМИ. Ну что, все засекретят опять? Опять будет подпольная деятельность, докладные записочки, которые будут просачиваться в СМИ. И заявления мы слухи не комментируем. Запретить информацию, ты меня знаешь, напоминает историю. Давай отменим закон о СМИ, запретим информацию, конституцию поменяем. Напоминает противостояние сейчас вот известное, да, Навального и Усманова, когда Люблинский суд Москвы. Ой, они прекрасны. Люблинский суд Москвы, когда были с постановлением удалить из интернета этот знаменитый фильм. Нет, только часть. А, сам суд, весь фильм, да. Усмав говорит, не надо, не надо, только частично. Удалите, удалите, пожалуйста. Боже мой. Запретите, пожалуйста, распространение информации. Мы так или иначе будем отслеживать те тоненькие ручейки информации, которые вытекают из серого здания поблизости от нас. И будем стараться вас информировать о том, как все-таки обстоят дела с судьбой этой территории залами-парусами. Ну и ваше мнение, для нас ваше мнение очень важно. Спасибо большое за участие в нашем эфире. Закрешаем нашу программу «Дневной разворот». Традиционно особое мнение начнется через 20 минут. Сегодня особое мнение свое будет высказывать наш коллега. Но сегодня он в роли главного редактора журнала «Товар. Деньги. Товар» Николай Голиков, ведущая Юлия Афанасьева. А мы, Владимир Сметанин и Светлана Занько, прощаемся с вами. До свидания.